друзья всем привет сегодняшнее видео будет не про стройку или самоделку а про прикольную вещь современном доме кто смотрит канал тот в курсе что строим каркасный дом и многие решения мы принимаем на ходу хотя казалось бы лучше сделать проект всего что можно и следовать этим проектам но мы идем немножко другим путем и вот в один из вечеров мы задумались а как же мы будем вешать шторы на большие окна которые имеют наклон вообще больших окон у нас 5 но вот эти четыре имеют наклон и мы можем закрыть их одним большим прямым или двумя наклонными карнизами эти окна смотрят на запад и летом ближе к вечеру в них начнет поступать очень много света и нагревать помещение но до вечера будет вполне комфортно и классно в общем чтобы было более комфортно в доме эти шторы будут постоянно открываться и закрываться соответственно когда зайдет солнце их надо будет закрыть потому что они большие в пол и будет просматриваться все помещение поэтому чтобы проще жилось в доме вот с такими большими окнами в пол мы решили рассмотреть вариант с электрокарнизами пару лет назад был на выставке в москве и взглядом случайно зацепился за одну компанию которая производит эти карнизы поисковике набрал электрокарниз и как раз таки один из первых результатов нашлась та компания которую я видел на выставке два года назад эта компания производитель электрокарнизов он вис там на сайте каких вариантов только нет и раздвижные и рулонные вертикальные плиссе перголок в общем и вариантов много меня интересовали только раздвижные самые простые раздвижных тоже много вариантов есть простые прямые есть наклонные есть радиальные в общем нужно разбираться заприметил на будущее но в данный момент выбрал только для теста простые раздвижные шторы двунаправленные в данный момент мне хотелось просто протестировать насколько их сложно монтировать насколько они удобны в работе, что будет, если выключат свет, как ими пользоваться, ну и так далее. Ну давайте обо всем по порядку. Карнизы приехали вот в такой коробке, с кучей всего в комплекте. Сам карниз, батарея для двигателя, сам двигатель. Пульт, монтажные принадлежности, блок питания, плюс вот такой умный пульт управления, чтобы управлять карнизом с телефона. Проверим, как карниз в монтаже. Для начала снимаю карниз, который был раньше. Размеры нового такие же. Этот размер нам подойдет и в новый дом, поэтому сейчас протестируем и потом перенесем в положенное место. Установить электрокарниз оказалось еще проще, чем обычный. В комплекте идут вот такие крепления, которые фиксируются четырьмя саморезами. Работают следующим образом. Вставляем карниз в зацепы и фиксируем вот этим флажком. Затягиваем шуруп для полной фиксации. Так как у нас уже был до этого карниз, и есть уже отверстия, по которым я и буду ориентироваться. А еще лучше их использовать повторно, чтобы не делать новых лишних. Крепление, как я говорил, держится на четырех саморезах. Для начала прикручиваем по одному саморезу по центру. Таким образом, вставив карниз в крепление, они займут свое место, немного вращаясь влево или вправо. Перед установкой карниза ставлю с той стороны, где не будет стоять двигатель, заглушку. И сразу ставлю крючки по краям. За них потом закрепятся шторы и скроют видимые части карниза. Это удобнее сделать сразу перед установкой. Когда карниз встал и крепления заняли свое положение, тогда и вкручиваем остальные саморезы. Доступ к ним есть. Карниз повторно снимать не придется. Далее необходимо установить электродвигатель. Делается это просто. Так как у нас версия с аккумулятором, то навешиваем на двигатель аккумулятор. Это как раз закрывает вопрос работоспособности при отключении электричества. Забегая вперед, скажу, что пока мы ни разу не подзаряжали аккумулятор, хотя карниз установили месяц назад. Сначала думал его использовать как резерв, питая карниз от розетки. Но теперь думаю, что просто буду подзаряжать его время от времени. Посмотрим, сколько еще будет держать заряд. На нем, правда, нет индикации. Мы не знаем, насколько он был заряжен из коробки. Посмотрим. Об этом расскажу позже в своем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Теперь пришло время настроить пульт. В комплекте есть батарейка. Надо связать пульт с карнизом. Для этого жмем кнопку на двигателе, а затем на пульте. Как только индикация на двигателе заморгает, то значит настройка закончена. Немного поигрались, все работает. Теперь время вешать шторы. В комплекте вполне удобные крючки для штор типа улитка. Довольно прочные и толстые. Все легко и просто. Вешал шторы практически одной рукой. И вот можно полноценно приступить к тестированию. На пульте всего три кнопки. Открыть, закрыть и стоп. Работает четко и без задержек. Прикольная фишка. Можно дернуть за штору. Карниз понимает это и продолжает движение сам. Также настроил управление с телефона. Все так же хорошо работает. Сразу настроил сценарий, что утром в 8 утра шторы открываются, а закрываются с закатом солнца, которое соответствует вашему местожительству. Очень прикольно. Ведь когда солнце садится, то мы так и так включаем свет и закрываем шторы, чтобы нас не было видно с улицы. Вот такие дела. Продолжим тестировать эту прикольную вещицу. Хотя электрокарниз и не является вещью первой необходимости, но все-таки добавляет в дом некоторые технологичности, уюта и понимания того, что мы живем в современном мире, наполненном технологиями. И почему бы не побаловать себя этими приятными штуками. Наша семья эта вещица зашла. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то ставьте лайк. А в комментах можете задавать свои вопросы и высказать свое мнение насчет такого девайса в доме. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok